Утром Арина пошла завтракать Утром Арина пошла завтракать Утром Арина пошла в сумку косметичку, пижаму и наушники Утром Арина пошла в сумку косметичку, пижаму и наушники Утром Арина пошла в сумку косметичку, пижаму и наушники Утром Арина пошла в сумку косметичку, пижаму и наушники Утром Арина пошла в сумку косметичку, пижаму и наушники Зажгла свечи и выключила свет Зачем это? Чтобы нервишки пощекотать? Они сели за стол Итак, что у нас здесь? Оля открыла дневник На первых страницах не было ничего необычного Просто девушка Лиза, 16 лет, рассказывала о том, как проводит дни Оля наткнулась на странный рисунок, нарисованный угольно-черным карандашом. На рисунке была изображена девушка с длинными черными волосами. Один ее глаз был закрашен красным, и ниже было подписано «Дарума Сан». Кто это? Не знаю. Оля перевернула страницу. Кажется, дальше говорится об этом. Читай слух. Сегодня мы с Милой узнали новую игру. Она называется «Дарума Сан Упала». В этой игре нужно вызвать дух ужасного призрака, который будет преследовать вас весь день. Цель игры – уклоняться от призрака и не дать ему поймать вас. Бред какой-то. Ты подожди! Оля продолжила читать. Вот ее правило. Шаг первый. Перед тем, как лечь спать, разденьтесь и зайдите в ванну. Шаг второй. Заполните ванну водой и выключите свет. Шаг третий. Сядьте в середине ванны и смотрите на кран. Шаг четвертый. Вымойте волосы, повторяя такие слова. «Дарума Сан Упала». «Дарума Сан Упала». Шаг пятый. Мою волосы. Представляете, что в ванне стоит японка. Она скользит и падает на ржавый кран. Кран попадает ей в глаз и убивает ее. Шаг шестой. Продолжайте повторять слова. «Дарума Сан Упала». Пока не закончите мыть волосы. Все это время ваши глаза должны быть закрытыми. Вы можете услышать или почувствовать легкое движение в ванной. Держите глаза закрытыми. Не пытайтесь посмотреть, что там. Вы только что вызвали призрак. Позади вас появится призрак женщины. Вы почувствуете ее присутствие и то, как она буравит вас своим взглядом. Ее голова будет за вашим правым плечом. У нее длинные, черные, запутанные волосы. У нее грязная, рваная одежда. Ее левый глаз широко открыт и кровоточит. Правый глаз у нее отсутствует. Там лишь пустая, красная от крови, глазница. Шаг седьмой. Когда вы почувствуете присутствие призрака, скажите вслух. «Почему ты упала в ванну?» Шаг восьмой. «Держите глаза закрытыми. Встаньте и выходите из ванны. Будьте осторожны. Не упадите. Закройте за собой дверь. Теперь можно открыть глаза. Воду в ванной оставьте на ночь. Не спускайте ее. Идите спать». «Бр, аж мурашки побежали». «Глупости все это». «Еще есть что-нибудь?» «Да, тут есть продолжение». «На следующее утро, когда вы проснетесь, начнется игра. Призрак одноглазой женщины будет вас преследовать. Всякий раз, когда вы будете оглядываться, чтобы посмотреть на нее, она будет исчезать. Но вы сможете мельком заметить ее. Она будет подбираться все ближе и ближе, так что не позволяйте ей поймать вас. Если вы, взглянув через плечо, увидите, что призрак подобрался слишком близко, крикните «Тамая», что значит «стой» и бегите со всех ног. Это позволит на некоторое время увеличить дистанцию между вами и одноглазой женщиной. Чтобы закончить игру, вы должны уловить видение призрачной женщины и крикнуть «Кита», что значит «я отрезаю, ты проиграла». Затем сделайте перед собой режущие движения рукой вниз, как в карате. Вы должны завершить игру до наступления полуночи. В противном случае одноглазая женщина станет преследовать вас днем и ночью, пока не заберет вашу жизнь. Она еще что-нибудь писала? Да. Сегодня я решила сыграть в эту игру. Мила испугалась и сказав, что я сумасшедшая, ушла. Мне кажется, что это просто легенда, как и про пиковую даму. Что ж, я пошла в ванну. А это она пишет на следующий день. Не знаю, кажется мне или нет, но я ее чувствую. Целый день она мне мерещилась. Наверное, я схожу с ума. Ну же, что она еще пишет? И это все. Больше она ничего в дневник не писала. Странно. Вы серьезно? Это просто сказка. Хотите, я вам докажу? Ха, хочешь сыграть? Ты с ума сошла. Оль, ты серьезно боишься? Ну, зачем с этим играть? То, чего ты боишься, не существует. Ты в этом уверена? Ты же не проверял. Вот и проверю. Арина не нужна. Арина убила мелкая дрожь, но она не хотела показывать свою слабость. Вам разве не интересно? Нет. Арина, успокойся. Давайте отвлечемся. Может, прогуляемся? Я за. Эта история меня напугала. Я не против. После прогулки подруги вернулись домой. Оль. Да. А ты правда веришь в то, о чем мы читали? Да. Я не хотела бы с этим связываться. Почему ты спрашиваешь? Знаешь, я хотела бы проверить. Чисто с научной точки зрения. Арина, пожалуйста, забудь про это. Но такого же не может быть. Все, успокойся. Я все же хочу проверить. Не надо. Сама посуди. Сколько бы ты по заброшкам не бегала, ни разу призраков не видела. Сколько мы вызывали всякой фигни, но никогда никто не приходил. Но та девочка, она перестала писать. Мало ли что могло случиться. Может, она потеряла этот дневник. Не знаю. Меня это пугает. Ты никогда ничего не боялась. Тем более вызывать духа буду я. Как хочешь. Сходи сразу в туалет. До завтрашнего дня нельзя будет заходить в ванную. И приготовь, пожалуйста, полотенце. Может, все-таки еще раз подумаешь. Арина скинула платье на пол, распустила волосы и с тревогой посмотрела на Олю. Ну что ж, я готова. Ты дура. Держи свое полотенце. Оля достала полотенце и ушла на кухню. Оль, все будет хорошо. Арина сжала кулаки и пошла набирать ванну. Потом она выключила свет, залезла в воду и села лицом к крану. Закрыв глаза, она стала мыть волосы и повторять слова, которые были написаны в дневнике. Дарума-сан упала. Дарума-сан упала. Дарума-сан упала. В голове начали проноситься непонятные картинки. Она увидела стройную девушку с длинными черными волосами. Девушка нагнулась, чтобы взять шампунь, и вдруг резко повернула голову, чтобы посмотреть на Арину. Глаза ее были полностью черными, а лицо портила ужасная улыбка. Арина вздрогнула, а девушка выпрямилась и начала мыть голову. Дарума-сан упала. Дарума-сан упала. Дарума-сан упала. Через мгновение Дарума-сан поскользнулась и упала глазом на старый ржавый кран. Отвратительный звук пронзил слух Арины. Кровь потекла по крану и закапала в ванну, окрасив воду в алый цвет. Вдруг Арина почувствовала жуткий холод и чей-то леденящий душу взгляд. Почему-то упала в ванну. Арина резко встала и вышла из ванны, закрыв за собой дверь. Ну что? Арина некоторое время молча смотрела на подругу. Кажется, она пришла. Ты почувствовала ее? Да, кажется. Так кажется или нет? Не знаю. Мне очень холодно. Пошли, пожалуйста, в кровать. Пошли. Арина, ты точно в порядке? Да, все хорошо. Немного не по себе, но я думаю, что это самовнушение. Ладно. Девушки легли спать, но Арина никак не могла заснуть. Ей казалось, что кто-то наблюдает за ней. Утром Арина проснулась от крика Оли, который доносился из ванной. Недолго думая, она побежала к подруге. Оля, что случилось? Оля показывала пальцем на ванну. Вода красная. Оля, это не смешно. В каком месте я смеюсь? Ты решила меня напугать и отомстить за вчерашнее? Нет, клянусь, это не я. Арина резко повернулась, чтобы выйти из ванной и заметила черный силуэт, который быстро испарился. Сославшись на недосып, Арина не придала этому значения и пошла на кухню наливать кофе. Арина, с тобой точно ничего не происходит. То, что у ванной, очень странно. Все хорошо. Ты кофе будешь? Давай. А... Оль, все хорошо. Ничего не происходит. Ладно, я поняла. У Арины зазвонил телефон, и она отошла поговорить. Вскоре она вернулась. Мама звонила. Мне нужно домой. Почему? Да помощь ей нужна. Окей, собирайся. Через час Арина пришла домой, где ее ждала мама. Что случилось, мам? Дедушке стало плохо, его отвезли в больницу. Не могла бы ты съездить к нему? Мне на работу нужно, сама не могу поехать. Я там сумку ему собрала. Где она? На кухне. Ладно, родная, я побежала на работу. Пока. Пока Арина собиралась, она чувствовала чей-то взгляд. Когда она поворачивалась, то видела лишь черный силуэт, который сразу же испарялся. Мне кажется, я схожу с ума. Арина вышла из дома. Отойдя от крыльца, она почувствовала, как по всему телу побежали мурашки. Арина резко повернулась. Господи, что за бред? Что со мной происходит? Арина ускорила шаг и постаралась скорее дойти до больницы. Приемное отделение Извините, не подскажете, где я могу найти Сергея Шамиева? Его привезли сегодня утром. Секунду. Девушка в белом халате что-то ввела на клавиатуре и повернулась к Арине. Палат номер 10, 14, второй этаж. Спасибо. Арина поднялась наверх. Привет, дедулечка. Моя родная. Арина чмокнула дедушку и присела рядом. Здесь мама тебе сумку собрала. Хочешь что-нибудь? Пока нет. Ты не могла бы сходить за результатами моих анализов? Да, конечно. Где их взять? На цокольном этаже больницы. Хорошо. Арина бежала вниз по ступенькам, пока не наткнулась на железную дверь. Кажется, мне сюда. Арина прошла еще несколько шагов и услышала, что дверь хлопнула еще раз. Почувствовав знакомый взгляд в спину, она обернулась. Дарума-сан ползла прямо к Арине. Сейчас она уже не исчезала, как раньше. Грязные ногти скребли по полу. Из глаза сочилась кровь. Призрак хрипел и извивался. Арина попятилась назад, замедлив на секунду. Но тут же пришла в себя и побежала от призрака. Эй, вы чего тут бегаете? Арина столкнулась в коридоре с медбратом и Дарума-сан исчезла. Простите, пожалуйста. А где здесь можно забрать результаты анализов? Пройдите до конца и налево. Спасибо. Забрав результаты, Арина вернулась к дедушке. С тобой все в порядке? Да. Ты выглядишь испуганно. Дедуль, тебе показалось. Арина через силу улыбнулась. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Тебе уже, наверное, нужно идти. Да, я скоро пойду. Арина еще немного посидела с дедушкой. А когда почувствовала, что преследующее ее зло уже близко, попрощалась и побежала домой. На улице Арина достала телефон и позвонила подруге. Алло? Оля, быстрее найди тот дневник. Что случилось? Почему ты такая запыхавшаяся? Нет времени, найди дневник, пожалуйста. Сейчас, сейчас, я ищу. Ну ты чего там? Я ищу. Он был в комнате на столе. Я это точно знаю, но его здесь нет. Оля, ищи. У него нигде нет. Объясни, что случилось. Она реально. Дарума-сан. Она уже совсем близко. Арина начала плакать. Я не знаю, что делать. Я не помню слова. Я не помню, как закончить игру. Как ты могла забыть? Я и не запоминала. Думала, что все это бред. Дура, я же тебе говорила. Что мне теперь делать? Я не знаю. Приходи ко мне, что-нибудь придумаем. Я скоро буду. Арина в слезах прибежала к Оле. Я позвонила Денису, выяснила, где они нашли этот дневник. Сейчас поедем туда, я уже вызвала такси. Зачем нам туда? Не знаю. Может, удастся что-то найти. Это лучше, чем совсем ничего не делать. Блин, Леха звонит. Мы договорились встретиться, я совсем забыла. Оля ответила на вызов. Да, Лех, привет. Извини, сегодня не получится увидеться. Мне нужно помочь Арине. Оля, я уже почти подошел к тебе. Раньше нельзя было сказать? Прости. Просто нам сейчас нужно съездить кое-куда. Значит, я с вами. Оля убрала телефон от уха и прикрыла ладонью микрофон. Арина, он с нами напрашивается. Пусть едет. Мне все равно. Оля снова приложила трубку к уху. Хорошо, ты можешь поехать с нами. Жди у подъезда, мы скоро выйдем. Когда такси подъехало к подъезду, девушки спустились. Куда вы собираетесь? Потом объясним. А что с Ариной? Тоже потом. Зачем мы приехали к заброшке? Денис с Платоном принесли мне дневник из этого дома. Кто? Ты же обещала больше с ними не общаться. Леш, сейчас не время для ревности. В этом дневнике была странная игра. Арина, подумав, что это бред, призвала призрака. Теперь этот призрак следует за ней. И если до полуночи этого дня она не закончит игру, то рано или поздно призрак догонит ее. Так в чем проблема? Нужно просто закончить игру. Знаешь, Леш, я иногда поражаюсь твоему уму. Мы же не догадались. Леш, лучше молчи. Дневник исчез, и мы не помним слова, которые заканчивают игру. А что вы надеетесь найти здесь? Пока не знаем. Что-нибудь, что поможет нам. Арина побежала вперед и исчезла в темном коридоре. Арина, стой ты, куда? Она рядом! Что за бред? Как-то не верится. Если вы хотите меня напугать, то не получится. Тогда иди отсюда! Оля побежала за Ариной. Арина, ты где? Из дальней комнаты послышался голос Арины. О, я здесь! Оля заглянула в комнату. Здесь полно всякой макулатуры. Может, что-то найдем? Вам помочь? Ты же не веришь. Если это не шутка, то я хочу помочь. Ребята стали рыскать по ящикам, но ничего полезного так и не нашли. Арина села на грязный обшарпанный пол, прижала колени к груди и заплакала. Все, мне конец. Нет, мы придумаем что-нибудь. Еще много комнат, мы не все посмотрели. Это бесполезно. Все настолько серьезно. Да, Леша. Успокой ее, а я пока пробегусь по другим комнатам. Леша вернулся минут через двадцать. Арина с надеждой на него посмотрела, но тот лишь развел руками. Она резко обернулась. Бежим! Оля и Леша побежали вслед за подругой. Арина выбежала из заброшенного здания и остановилась. Она уже очень близко! Господи, что делать? Вы в интернете искали информацию? Нет. Что искать? Любую информацию о Дарумы-сан. Леша достал смартфон и начал мониторить сайты. Здесь есть информация о Дарумы-сан. Но ничего о том, как закончить игру. Черт. Я сейчас позвоню папе. Он работает в мэрии и может узнать о Лизе, которая здесь раньше жила. Может, удастся ее найти? Я думаю, что она мертва. Мы даже не знаем, в каком году она здесь проживала. Арина, я хоть что-то пытаюсь сделать. Оля набрала номер отца. Алло, пап? Да, привет. Что-то срочное? Да, прям вопрос жизни и смерти. Слушаю. Посмотри, пожалуйста, в архиве дом по адресу Киселева, 26. Он двухэтажный, здесь немного квартир. А что узнать-то нужно? Здесь проживала девушка по имени Лиза. Можно узнать как-то ее дальнейшую судьбу? Просто Лиза? А фамилия и отчество? Я не знаю. Ну ладно, я попробую что-нибудь узнать. Перезвоню. Спасибо, папочка, я тебя так люблю. И я тебя. Давай, как что-нибудь узнаю, перезвоню. Папа попробует что-нибудь выяснить. Спасибо. Сейчас возвращаемся ко мне. Хорошо. Олин, папа перезвонил, когда они уже добрались до дома. Да, папа, нашел что-нибудь? Да, тебе повезло. В том доме жила только одна Лиза. Сейчас ей 57 лет. Она жива? Да. Сейчас живет на Ленина, дом 9, квартира 67. Папочка, спасибо тебе огромное. Оля повернулась к Арине. У той по лицу текли слезы, а руки тряслись. Так, Арина, папа, нашел эту Лизу. Мы с Лехой сейчас к ней, а ты останься здесь. Нет, только не здесь. Она меня догонит. Я где-то читала, что соль останавливает призраков. Сейчас сделаем круг из соли и сиди в нем. Чтобы не происходило, не высовывайся. Нет, я боюсь. Арина, все будет хорошо. Я обещаю тебе. Прошу, послушай меня. Ладно, только скорее. Лех, неси пачку соли. Сделав круг, они оставили подругу. И поехали по адресу, который назвал отец. Арина сидела в кругу. Схватившись за голову, она закрыла глаза и молилась. Дьявольский холодный взгляд сверлил девушку. Но она пообещала себе не поворачиваться. Вдруг резкий порыв ветра распахнул окно. Девушка резко повернулась к окну, открыв глаза. На границе круга стояла она. Дарума-сан. Она смотрела на Арину дьявольским взглядом и раскачивалась вперед и назад. Ее лицо расплылось в ужасной улыбке, обнажившей острые зубы. Нет, уходи! Оставь меня! Арина мечтала провалиться сквозь пол, чтобы этот ужас закончился. Дарума-сан хрипела и издавала жуткий скрежет зубами. Затем звуки изменились. Арине казалось, что Дарума-сан смеется. Сквозь хрип слышала она. Что? Что тебе нужно от меня? Вдруг из окна подул сильный ветер. Границы круга стало сдувать. Арина в панике соскребала соль обратно. Но ветер только усиливался. Она того, Макита! Она того, Макита! КОНЕЦ КОНЕЦ